Здравствуйте! Сегодня давайте рассмотрим тему обрезка виноградных лоз на виноградных кустах. Видим, что лист не везде сброшен был, поэтому оставшиеся листья на виноградных лозах срываем. И начинаем обрезку виноградных лоз. Здесь у меня 4 рукава. Один рукав я хочу запустить наверх, как бы будет с шпалера. И так приступаю к обрезке виноградных лоз. Первый побег, который идет от низу, от земли, или, сказать, ближе к корням, поставляем. Я буду делать обрезку виноградных лоз без сучка замещения. На этой лозе тоже была одна грозочка винограда, и ее я оставлю на плодоношение на следующий год. Вот этот весь побег я буду сейчас срезать. Отступаю где-то 2-3 сантиметра вот этой лозы и делаю срез. Все, делаю срез. Вот сейчас я ее всю выкину. Вот видим, вот это все, оно выкинется. Все это выбрасываем. Ну, чтобы времени не терять, вот это тоже, оно все выбросится. Все, один рукав уже готов. Один рукав вот так быстро обрезали. На следующий год вот эту лозу я направлю сюда, по направлению. И с нее будут идти, опять же, вертикальные побеги, которые будут оставлены на плодоношение. Все это лозу я вложу вниз. Вот здесь видим тоже этот рукав, который обрезаем тоже после этого побега. Отступая 2-3 сантиметра и делаем отрезку. Отрезав, все это выбрасываю. Вот это выбрасывается. Не нужно. А вот этот ложим вниз. Все, вот такой длинный побег, он мне не нужен. Поэтому оставляю я всегда где-то 10-12 цепочек. Или на высоту, я уже знаю, на какой высоте, вот от этой проволоки я оставляю. Ну, давайте сосчитаем. Вот одна, две. Первую я не считаю, потому что она может и не дать побег. Так, со второй начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вот все, двенадцать, и вот здесь я делаю срез. Все, это не нужно. Вот этот рукав тоже я ложу вниз, он тоже будет ложиться здесь. У меня это двухплоскостная шпалера, и эти побеги будут располагаться на две плоскости. Вот этот весь побег я буду сейчас срезать. Он мне нужен. Все, на эту сторону вот это у нас все осталось. Все, больше нет. Вот эти два рукава пригибаю к земле, штырем. На самой земле я не ложу, потому что еще будет идти обработка. И чтобы легче мне обрабатывать, и снизу было доступно обработать. Поэтому я не опускаю. Все, снизу будет доступно обрабатывать, и сверху. Два рукава готовых. Теперь на эту сторону переходим. Вот видим рукав. И вот первая лоза, которая будет идти на плодоношение на следующий год. Снимаю ее. И так же, вот до этой проволоки. Это тоже 12 почек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну, оставлю тринадцать. Все, сделал я срез. Все, на следующий год она ляжет на эту сторону и закроет всю середину виноградного куста. Вот она будет ложиться. А эти лозы будут ложиться уже отсюда, начинать и дальше идти. И вот здесь видим еще, тоже, вот с этого рукава еще одна лоза есть. Я ее тоже оставляю. Вот эту лозу, вот эту побег я тоже оставляю на плодоношение на следующий год. Вот, тоже вот здесь делаю обрезку выше проволоки. Обрезал. Все. Остальное, которое вот здесь идет, я его просто удаляю. Вот, раз, два побега и все. Здесь я делаю срез. Все, вот отрезал. Срез. Вот это все выбрасывается. Вот. Вот. Все, это все выбросил. И сейчас давайте посмотрим, как эти две лозы у меня будут располагаться. Вот одна лоза больше идет, другая будет идти вот так. В таком положении они будут, эти две лозы, располагаться. Количество побегов на следующий год я оставляю столько, сколько заявлено на данный куст винограда. Это 45 грозит должно быть у меня. Побегов оставлю 45, но в дальнейшем буду еще делать определенную нагрузку соцветиями и гроздьями, соответственно. Оставляем чуть больше. Теперь приступаем к этому рукаву. В этом рукаве мы видим два побега, вот как видим. Этот хороший побег, этот чуть послабший. Поэтому с этого слабенького побега я оставляю три почки. Это будет стучок замещения. Я-то обычно не оставляю стучковое замещение. Но на этом рукаве придется мне его оставить, потому что лоза эта тонкая, и она не потянет примерно 10 побегов. Это нормальная лоза. Поэтому эту лозу я здесь делаю срез выше этой проволоки. Это где-то 12-13 почек. И ее тоже под укрытие сюда положим. Она будет ложиться на вторую плоскость поляры и тоже закрывать середину куста. Будет вот так она ложится вот. И закроет эту середину куста. Видим, дальше идет побег. Лишний я здесь срезаю. И как тут я поступлю? Вот эту я обрезку делаю. Он не нужен, сюда побег. А вот этот побег я оставлю. На следующий год хочу его просто закинуть на арку. Он мне будет ложиться сюда, на арку. Вот я его оставляю, какой длинный он. Он мне раз, и пойдет сюда, как арка. Здесь будет вместо арки служить. Нижние, вот эти, которые из почки, зеленцой я буду их обламывать, чтобы не было заглушения. Вот этого лоза видим. Тоже отсюда. Она тоже пойдет мне на арку, только на ту сторону. Тоже я ее ничего не делаю. Так ее и оставляю. Она у меня пойдет на арку той стороны. Вот с этой стороны тоже пойдет она на арку. Поэтому я эти лозы оставляю. Вот как видим, на этом рукаве у меня оставлен один сучок замещения и три такие длинных лозы. Если на арку бы мне не пришлось это делать, я сделал бы, срезал бы здесь прямо, вот так взял бы и отрезал бы. Все, сучок замещения и лоза на плодоношение. Достаточно. И так как я хочу сделать на арку еще, то я оставляю вот эти две длинных лозы. Вот он их вот так поворачивает сюда. И вот они будут укрываться хорошо здесь лягут. Вот так быстро каждый может произвести обрезку виноградных кустов на своем винограднике. Кто желает получать известие о добавленных мною новых, интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания. Спасибо.